В праздничном эфире СТВ новости в студии Олег Степанюк. Добрый вечер. Беларусь отмечает День независимости. Главный государственный праздник, который смело можно назвать и главным народным. В эти минуты на сценической площадке у стелы «Минск. Город-герой» проходит грандиозный концерт «Кветней. Моя Беларусь», который завершится не менее грандиозным салютом и всенародным исполнением гимна Беларуси. Сейчас у нас есть возможность узнать, что происходит в центре Минска. Об этом готов рассказать Игорь Позняк. Игорь, добрый вечер. С праздником. Игорь, удалось ли узнать еще какие-либо секреты этой самой яркой и торжественной части праздника? Да, Олег, добрый вечер. Вас тоже с праздником. Безусловно, организаторы до сих пор держат интригу, несмотря на то, что, собственно, до кульминации праздника остается буквально каких-то полчаса. Но нам, безусловно, удалось узнать парочку секретов, и я ими с вами с удовольствием поделюсь. Итак, в этом году салют будет впервые не просто в музыкальном сопровождении, а действительно музыкальным салютом. И отличие в том, что за световые аккорды в небе и за звуковые аккорды здесь, на Земле, будет за синхронность того и другого, будет здесь, на Земле, отвечать специальная компьютерная программа. Да и, собственно, музыкальное сопровождение будет звучать в виде премьеры. Мы сегодня впервые услышим новую композицию. Да и композитора искали с помощью кастинга довольно долго, и организаторы светового и музыкального шоу с удовольствием с нами поделились этим секретом. Сегодня впервые прозвучит, будет премьера специального, крупного, масштабного произведения для салюта, который, мы надеемся, станет родиться. Именно под эту музыку будет звучать салют каждый год. Автор Леонид Ширин написал прекрасную музыку для салюта, которая прозвучит сегодня впервые. Она с нашими основами историческими, она тоже содержит в себе некую историю, и это премьера. Да, из того, что нам удалось еще узнать, Олег, это высота салюта, которая будет подниматься на разную высоту, но об этом чуть позже. А сейчас о том, что сами залпы, невероятно красивые залпы, будут носить исключительно или почти исключительно женские имена. Сегодня на разную высоту взлетят Полина Красная, Полина Синяя, Татьянин День, Кружева и даже Романтика. И все это, конечно, будем видеть буквально через каких-то 25 минут. Ну а сейчас о том самом слоеном пироге, который нам обещали организаторы. Так вот, взлетать залпы салюта будет на высоту сначала 200 метров, 400 и, конечно же, 600. Так вот, на высоте 600 метров нам обещают самые красивые залпы салюта и, соответственно, самые красивые женские имена. Кстати, высота 600 метров – это максимально разрешенная высота салюта во всей Европе. Выше фейерверки запускают только в Японии и Китае. Ну а мы с вами уже в этом выпуске новостей в ближайшее время увидим салют в прямом эфире. Мы их покажем здесь, с этой точки, причем не с одной, а сразу с четырех. Итак, мы увидим салют вот с этой точки, которая выйдет сейчас на экране. А еще вот с этой точки. Вот с этой. И, наконец, вот с этой. Таким образом, четыре точки для вашего обозрения. Я думаю, что те, кто не успел приехать сюда к стеле «Минсгород-герой», с удовольствием в полноценной картинке увидят все это в прямом эфире СТВ. Ну а тем временем, как вы видите за моей спиной, праздник продолжается. На сцене уже в разгаре концерт, галоконцерт «Квятней. Моя Беларусь». И все мы уже увидели ту самую историческую реконструкцию или машину времени, как нам обещали организаторы. Мы стали свидетелями начала строительства Софийского собора еще во времена Полоцкого княжества. Нам показали историческую реконструкцию Отечественной войны 1812 года, обеих мировых войн. И, наконец, нынешнее время, концерт современных исполнителей, который мы видим сейчас. Ну и, конечно же, тысячи зрителей, которые собрались здесь у Стеллы «Минсгород-герой». Возможно, десятки, а может быть, даже и сотни тысяч зрителей, потому что постоянно сюда люди подходят, с удовольствием делятся с нами впечатлениями. Есть какие-то такие ключевые точки, да, исторические, которые многие белорусы даже и не знают. Поэтому вот я признаюсь честно, я даже сама некоторых вещей не знала. Поэтому вот, знаете, иногда хорошо, что есть такие праздники, мы можем вспомнить свою историю, вспомнить, узнать и понять, кто мы такие есть. Мы уже участвовали на параде, уже не первый год от университета участники парада. Как-то раньше, когда ходили, смотрели просто, ну, в роли зрителей, это было не то. А когда ты стоишь, и вокруг тебя еще таких же 600 человек, это нереальный драйв, нереальный адреналин. Очень хорошие люди. Сегодня все собираются вместе и отмечают этот день. Мне понравилось. Это классно. Сегодня парад был. Танки, было просто супер. Она три раза смотрела, репетиции ночные. Было очень интересно и очень понравилось. И еще одна яркая, еще один яркий момент праздника. Это, конечно же, традиционная акция «Споем гимн вместе». Она начнется буквально за несколько минут до праздничного салюта. И все здесь собравшиеся, не только здесь, но и во всех белорусских городах и поселках, споют государственный гимн. Этой традиции уже не один год. И вот по лестнице, которая ведет от столы Минсгород-герой, возможно, вы и сейчас увидите, спустит гигантское полотнище длиной 75 метров. Государственный флаг Республики Беларусь. И все это зрелище вы увидите в эфире нашего телеканала. Ну а те наши зрители, которые сейчас, возможно, оказались в центре города, у вас есть еще буквально 20-15 минут, чтобы присоединиться к нашей компании в несколько сотен тысяч человек. Здесь у столы Минсгород-герой. Олег. Спасибо, Игорь. На эту площадку мы вернемся позже, а сейчас о не менее масштабном мероприятии, которое прошло в начале этого праздничного дня. Я имею в виду военный парад войск Минского гарнизона и спортивно-молодежное шествие. Участниками и зрителями грандиозного действия стали более 350 тысяч человек. По традиции, участие в торжественных мероприятиях принял глава государства. Ольга Юрудь подробнее. К стелли на победителей в День независимости приходят с самого утра. Это уже традиция. Десятки тысяч белорусов идут на праздник с флажками. В числе первых те, кто видел Минск в июле 44-го. Всегда ждем этот праздник, потому что действительно освободили во время войны Беларусь, очистили от немецко-фашистских захватчиков. Это торжественно, это независимость, это все. Беларусь для нас это наш дом, это наша честь, это доблесть, все, что мы заслужили. Большое счастье для меня, что я попал на этот праздник, встретился с такими боевыми друзьями, которые прошли от Москвы и до Берлина. Все движения выверены, барабанная дробь звучит. Такая самопроверка обязательно перед выступлением. Суворовец Кардаш в парадной колонии пройдет не впервые, однако эмоции переполняют. Открываешь парад, чувствуешь огромную гордость за себя, за свою страну, чувствуешь огромную ответственность, что в будущем тебе предстоит защищать ее, всех, наш народ. Несколько месяцев усиленной подготовки военные чеканили шаг, обкатывали технику. Участники молодежного шествия оттачивали синхронные исполнения. И вот сегодня кульминация, своеобразный итог многочасовых репетиций – парад в честь Дня независимости. Приближение кортежа главнокомандующего как сигнал к началу торжеств. В машине с открытым верхом принимает парад министра обороны генерал-лейтенант Юрий Жадобин. Товарищ президент Республики Беларусь, войска Минского гарнизона для парада воззнаменования Дня независимости Республики Беларусь построены. Министр обороны генерал-лейтенант Юрий Жадобин. Воно! Объезд войск закончен, и Александр Лукашенко обращается к белорусам и зарубежным гостям. Среди присутствующих на празднике президенты Лаоса и Виннесуэлы. Они у нас в стране с официальным визитом. Наша независимость основана на заслугах поколения победителей. Мир и порядок в Беларуси – это огромная ценность и величайшее завоевание нашего народа. И всем нам надо их беречь, подчеркнул Александр Лукашенко. Беларусь – мирная и открытая страна. Мы желаем всем государствам, народам добра и процветания. Дружелюбие и сердечность – отличительные черты нашего национального характера. Мы искренне преданы друзьям и союзникам. Мы всегда рады тем, кто готов с нами работать, торговать, общаться. Наша нация не страдает манией величия. Мы готовы прислушиваться к чужим мнениям и советам, если они идут от чистого сердца. Но мы не приемлем лжи, лицемерия и диктата. Принципиальная позиция Беларуси прозрачна и тверда. Отношения в мире должны строиться на принципах открытости, взаимного уважения и верховенства международного права. Но самый главный фундамент международных отношений – это честность. А чтобы не было у кого-либо желания попробовать нас на прочность, боеготовность белорусской армии всегда должна находиться на высоком уровне. на таком, чтобы ни у кого даже мысли не могло возникнуть о нападении на нашу страну. Наша граница должна быть открыта для всех добрых гостей и наглухо закрыта для любого злоумышленника и нарушителя, кем бы он ни был. Мир и порядок в Беларуси – это огромнейшая ценность и величайшее завоевание нашего народа. И всем нам надо их беречь и защищать. Уважаемые ветераны, низкий поклон вам за ваше беспримерное мужество, за ваш великий подвиг. Вы добыли для нас не только свободу и независимость, вы подарили нам и всем, последующим поколениям белорусов, главное, вы подарили нам жизнь. Дорогие соотечественники, в этот священный для всего белорусского народа день желаю вам мирного неба, светлого будущего, счастья, здоровья и благополучия. Слава белорусскому народу, отстоявшему независимость Отечества, делающему все во имя процветания нашей любимой Родины. С праздником! С Днем Независимости Республики Беларусь! Ура! С Днем Независимости Республики Беларусь! Рабанную дробь суворовцев, ту самую, которую нам демонстрировал Игорь Кардаш. Мимо трибун проплыли знамя победы и штандарты всех четырех фронтов. В парадных расчетах лучшие воинские части и элитные подразделения вооруженных сил Беларуси и всех формирований. К слову, попасть в его состав в День Независимости для военнослужащих – особая честь. Причем чеканили шаг на проспекте победителей не только белорусы, но и российские десантники, которые традиционно принимают участие в главном празднике нашего государства. Дальше последовала самая зрелищная часть. Мимо трибун прошло 150 единиц военной техники. В составе 13 парадных расчетов железный шлейф растянулся более чем на 2 километра. Земную боевую готовность поддержали и наверху. Белорусская авиация поприветствовала зрителей в парадном пике. Вертолет Ми-8 – символом суверенитета, национальным флагом. Воздушный парад сам по себе – это уже высший пилотаж, ведь задача – пролететь точно над зрителями. Скорость для самолетов 500 км в час, а для вертолетов – 200. Интервал между воздушными судами всего 30 метров. Авиаторы – гордость нашей нации. По традиции на высоте пилотажная группа «Белая Русь». Воздушная фигура в символическом цвете. Впечатляет. Роту почетного караула зрители встречают овациями. И в этот раз снова новые элементы, сложнейшие строевые приемы и скоординированные до миллиметра виртуозные трюки. Парни жонглируют 4-килограммовыми карабинами. Сменилась музыка, и на проспект вышли участники молодежно-спортивного шествия. Расцвечивали колонну флагоносцы. На сцене атмосфера древнегреческого Олимпа. Девушки в алых платьях, по задумке режиссера, олицетворяют огонь. За ним бегут спортсмены с олимпийским факелом. Следом машина с ветеранами-олимпийцами. Если рассматривать в целом действие, предстает картина белорусского спорта. Шквал эмоций. 100 человек объединены одним знаменем. Беларусь, милая моя, сердце отступается каждого из нас. Беларусь, красавица, наступил той час. Эмоции переполняют, впечатления самые прекрасные. Гордимся вашей страной. Мне на параде больше всего понравилась рота почетного караула. Я бы тоже хотел стать военным. Ну, военный парад, конечно, плацпарад. Ну и спортсмены молодцы. Понимаешь, что тебя защищают. Ольга Ирутьяна Шипко, Анастасия Корниенко, Валерий Науменко, Сергей Капустин. Телекомпания СТВ. Президент Венесуэлы, официальный визит которого в Беларусь начался накануне, после парада направился на переговоры высочайшего уровня. Кстати, в качестве главы Боливарианской республики Николас Мадуров в нашей стране впервые. Борт номер один из Венесуэлы приземлился в национальном аэропорту накануне вечером. А сегодня в Минске состоялись переговоры двух президентов. Встреча началась с общения тет-а-тет. Александр Лукашенко сказал, что рассчитывает на продолжение белорусско-венесуэльского сотрудничества. С подробностями Алексей Адашкин. Официальный визит Николаса Мадуров в Беларусь начался не совсем традиционно. На переговоры с Александром Лукашенко президент Венесуэлы отправился сразу после завершения праздничного парада, на котором он присутствовал в качестве почетного гостя. Кстати, символично, что совсем скоро, послезавтра, то есть 5 июля, в Венесуэле будут отмечать свой день независимости, 202-й по счету, который тоже будет сопровождаться военным парадом. Этот визит в Минск в должности президента для Николаса Мадура первый. Его предшественник Уга Чавес прилетал в нашу страну пять раз. Однако, будучи министром иностранных дел, Николас Мадура все-таки несколько раз уже бывал в Минске. Александр Лукашенко встретил президента Боливарианской республики как близкого друга. При этом, конечно, были соблюдены все формальности, соответствующие случаю. Не сговариваясь, лидеры двух стран сегодня надели красные галстуки. Это можно расценить как дань памяти Уга Чавесу, который чаще всего носил галстуки именно такого цвета. Вообще, команданты еще долго будет незримо присутствовать на белорусско-венесуэльских переговорах высшего уровня. Ведь фундамент двусторонних отношений между нашими странами был заложен во многом благодаря дружбе между президентами. Я уже тебе сказал, что выходя из этого дома тебя навстречу, поймал себя на мысли и по ошибке еле не назвал угон. Но, наверное, в этом и есть большой смысл, что мы надеемся и абсолютно уверены, что та политика, которую вы проводили вместе с Уга Чавесом, будет сохранена. Во-первых. А во-вторых, я хочу, чтобы ты знал, не только я и руководство Беларуси, но и весь белорусский народ ассоциирует тебя с той политикой, которая создалась при Чавесе. И мы абсолютно не видим разницы в тех подходах, которые в политике существуют сейчас и при нашем общем друге были тогда. Мне проще выстраивать отношения с нынешней Венесуэлой, поскольку мы вместе тогда, Уга, ты, Николас и я, и в Венесуэле, и здесь, в Минске, создавали фундамент этих отношений. База, которую вы заложили с Уга Чавесом, основывалась на дружбе, и эта база очень прочна. Сейчас задача заключается в том, чтобы, используя заложенную основу, продолжить развивать достигнутые ранее с Белоруссией договоренности. Мы много раз здесь были с Уга Чавесом, и всегда основными темами наших переговоров было экономическое развитие, благополучие наших народов и жилищное строительство. Отношения стран постоянно отличались искренностью и дружелюбием. Ещё при жизни Уга Чавес назвал Николасом Мадуро своим преемником. Поэтому вполне очевидно, что и на отношения с Белоруссией нынешний президент Венесуэлы смотрит так же, как и его уже ставший легендарным предшественник. Сегодня переговоры в узком составе между Александром Лукашенко и Николасом Мадуро продолжались более трёх часов. Почти столько же обычно занимали и встречи с Уга Чавесом. После такого продолжительного по времени общения президенты присоединились к переговорам с участием представителей делегаций двух стран. Обсудить есть что. За шесть лет товарооборот между государствами увеличился почти в сто раз. В прошлом году он превысил полмиллиарда долларов. Наши визиты в Венесуэлу и ваши в Беларусь – это не просто протокольные визиты. Это визиты, насыщенные конкретными практическими делами. Так и будет прежде. По крайней мере, мы с вами об этом только что договорились. Мы приняли с вами основное решение о том, что нам надо усилить динамизм наших отношений. Нам надо привести ревизию всех проблем и вопросов, которые существуют и существовали прежде. И выработать в результате этой ревизии новую дорожную карту отношений между Беларусью и Венесуэлой. Мы также договорились с президентом Венесуэлы, и это касается и белорусской части делегаций, и венесуэльской, что не позже, чем 4 августа, в Минске соберется совместная белорусско-венесуэльская межправительственная комиссия. И 5-6 числа выработают конкретные предложения по этой дорожной карте. Мы подтвердили братские отношения между Беларусью и Венесуэлой на основе дружбы и совместной работы. Мы будем готовить новую дорожную карту сотрудничества. Отношения между странами переносят существенную пользу. Мы уже запустили в Венесуэль заводы по производству автомобилей, сельхозтехники и тракторов. И мы благодарны Беларуси за это. Специалисты двух стран сейчас реализуют 85 совместных проектов. В таких сферах, как строительство, нефтедобыча, газификация, энергетика, сельское хозяйство и промышленность. Белорусские строители в городе Маракай ввели в эксплуатацию жилой микрорайон на 2500 квартир. В Венесуэле работает белорусский завод по производству керамических блоков, предприятие по выпуску тракторов и грузовиков. В столице Венесуэлы, городе Каракаси, открытый торговый дом, в котором продают белорусские товары. Кроме того, сейчас в Венесуэле именно белорусские специалисты строят первый в стране агроиндустриальный городок. Президент Венесуэлы поставил перед своим обществом и народом серьезнейшую глобальную задачу, которая заключается в диверсификации экономики Венесуэлы. Вы знаете, венесуэльская экономика во многом зависит от поступления валюты, от продажи нефти. Диверсификацией будет заниматься Венесуэла и модернизацией существующей экономики. Мы можем оказать существенную поддержку и принять участие в этом колоссальном историческом процессе венесуэльского руководства. Более того, скажу откровенно, мы хотели бы иметь в лице Венесуэлы опорную базу, с которой мы будем работать с регионами Латинской Америки и конкретными государствами. Такой замысел нами был еще определен при Чавесе. И я благодарен президенту Венесуэлы за то, что он пообещал мне в этом плане поддержку. Мы хотели бы не просто с Венесуэлой работать, с Бразилией, Эквадором, Боливией, Никарагуа, другими государствами, но вместе с Венесуэлой экономически в торговле сотрудничать с этими крупными государствами Латинской Америки. Венесуэла всегда самоотверженно, дружески, несмотря на свои проблемы, подставляла нам трудные времена свое плечо. Я пообещал президенту Венесуэлы, что белорусы в долгу не останутся. Все, что мы сегодня умеем делать и то, что интересует Венесуэлу, мы должны перенести на венесуэльскую территорию. И самое главное, научить всему этому венесуэльских специалистов. Сделать так, чтобы там люди умели все то, что мы умеем делать в Беларуси. Уго Чавес был генератором идеи, большим сторонником укрепления отношений с Беларусью. Мы начинаем новый этап в отношениях, и мы достигнем многого. Вы можете рассчитывать на нас, как на верных друзей и последователей Уго Чавеса. Это новая этапа. День независимости отмечает вся страна. Но, пожалуй, самой большой праздничной площадкой стал Минск. Столица практически целиком окунулась в праздник. Основные гуляния развернулись сегодня вдоль проспекта Победителей. У Дворца спорта сотни зрителей собрал открытый кубок Минска по силовому экстриму. Совсем недалеко отсюда вторая часть праздничного расписания. Уже традиционный город мастеров. Вместе с ними удивляли и кулинары. Не оставили без внимания горожане и самой большой в республике национальный символ. Площадь флага открыли накануне. Там, что называется, все было на высоте флагштока. Национальный флаг в 70 метрах от земли. Вчера смотрел прямую трансляцию по телевидению. Вообще-то понравилось очень красиво было все. А сегодня пришли посмотреть на эту красоту. Естественно, внушает, конечно. И я думаю, что это все-таки надо. Это наш символ. Это нашим детям, внукам. Очень красивая площадь. Я рада, что такую открыли. Звуки музыки доносили сегодня с бульвара Мулявина. У филармонии играл оркестр. Музыканты – студенты технического университета. Уже полюбившаяся минчанам пешеходная улица Карла Маркса сегодня была переполнена. Там появилась импровизированная арт-экспозиция. Уступления уличных театров, танцевальные номера, галерея объемных рисунков на асфальте. В Бресте по традиции торжества начались в легендарной крепости. К вечному огню возложили венки. Минуты молчания почтили память погибших защитников. Торжественным маршем прошли войны Брестского гарнизона. Витебск встречал День независимости концертами и многочисленными выставками. Центром торжеств по традиции стала самая большая площадь в Беларуси – Победы. По ней проехалась временная техника, прошли колонны десантников, правоохранителей, сотрудников МЧС. Яркие номера представили спортсмены и молодежь. Ну а мы возвращаемся на главную точку праздника – к стелле «Минск. Город-герой». Там проходит большой концерт республиканской акции «Квятнее. Моя Беларусь». И буквально с минуты на минуту начнется удивительное зрелище. Вся страна споет белорусский гимн. Мы увидим, как это произойдет. Вот всю страну, жителей практически всех белорусских городов, всех нас объединит национальный гимн республики. За последние годы акция стала поистине всенародной. А для устровы и сучасные умовы развития республики Беларусь, як суверенной, меролюбивой державы, покресливая патриотизм и процовитость яе громадян. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дмитрий 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 Ну что ж, в очередной раз страна отметила очередную годовщину своей независимости. Наш выпуск на этом завершен, но праздник продолжается. С Днем Независимости! Дмитрий